Всем привет, с вами Надбар и вы смотрите третью серию игры Тропику. В прошлой серии построили много плантаций, целый новый городок, можно сказать, начали делать, а в этой серии будем дальше развивать наше поселение и пытаться заработать много-много денег. О, союзники отправили помощь, и я даже знаю, на что я эти деньги потрачу. Первое, с чего стоит начать, это убедиться в том, что у всех для людей есть дома. Я их пытался уже строить в прошлой серии, но, по всей видимости, этого все равно не хватает. Давайте просмотрим, какая ситуация на данный момент. 27 бездомных граждан, а всего у нас 214 человек, то есть там 10% населения живет без домов. Посмотрим. Свободное жилье. Кстати, вот бедные живут в бараках некоторые. Хорошо. Значит так. Бедные. Есть много бедных без жилья, есть даже обеспеченные без жилья, и есть богатые кто-то без жилья. О, это интересно. Это интересно, потому что... Возвращается из поездки за океан, и жители Тропико умоляют больше не покидать их. Угу. А вот такая вот ситуация мне сказали. Значит, начнем с... О, еще, смотрите, грузовой... Вот, грузовое судно. Это то, с чего я хотел начать эту серию. Мне больше всего денег, я так проанализировал, приносят именно вот эти грузовые корабли, и нужно как-то увеличить их количество. То количество, которое прибывает в порт и забирает ресурсы на экспорт, например. И знаете, что я решил сделать? Я решил не увеличивать эффективность вот этого порта, а сделать еще один, тем более у нас тут такая промышленная зона нарисовалась, и тут, я думаю, отличное место. И денег у нас как раз теперь на него хватает. Вот. Посмотрим, влезет ли он вот сюда на этот краешек. Да, отлично влазит, смотрите, прям вот на вот это место. По-моему, идеально, тут он много ничего не отъест, так что тут и выстроим. Все, пошло строительство, хорошо. Поскольку в этой серии сейчас буду так нормально строить, и домиков, и так далее, я включу немножко больше бюджет на строителей, и надеюсь, что они справятся. Хотя у нас там эффективность и так повышенная, хочу это напомнить. Далее. Начнем с домиков. У нас открылись новые дома, это важно, в новой эпохе. Квартира — это жилое строение хорошего качества, которое вмещает целых двенадцать семей. Жители должны быть как минимум обеспеченными, а у нас, ну, так себе. Так себе есть бедные и вообще нищие. Дальше. Есть дом — это жилое строение улучшенного качества. Жители должны быть тоже обеспеченными, то есть разница в том, что это как бы большой домик, а это маленький домик, но такой же. Квартиры очень выгодно строить, потому что, ну, как бы выгодно и всё, потому что много места много не занимают. Только мне открыть нужно этот чертёж. Но у нас ещё и богатые есть кто-то, поэтому я начну с богатых. Давайте поместье купим ему. Потому что за меня могут голосовать только богатые, поэтому нужно их как-нибудь поощрять за меня голосовать. Будем строить им домики какие-нибудь недалеко от центра. То есть я свой город планирую развивать вот в этой вот зоне. Вот так вот у меня будет разрастаться он. Чтобы к плантациям можно было добраться и к заводам, и всё плюс-минус там на нормальном расстоянии друг от друга находилось. Вот тут у нас таверна, тут у нас часовня, и я думаю, что вот в этом месте этот домик будет прекрасно смотреться. Смотрим, как он сюда влезет, как он сюда встанет. Вот к нему вход. Угу. Хорошо. Значит, сделаю я его вот там. Почему аж там? Сейчас покажу. Здесь у меня будет парк стоять. Украшение. Парк 2х3. Площадь или парк. Вот всё никак не помню. Разница между ними. Хм. Ну, интересное место. Так, посмотрим, какие варианты у нас есть. К сожалению, недостаточно разнообразия, как мне кажется. Я очень надеюсь на то, что разработчики добавят побольше вариантов этих парков, когда игра выйдет из беты. Ещё что хочу сказать. Несмотря на то, что игра на данный момент находится в бете, уже сейчас любой из вас может её купить и играть в неё, причём абсолютно без ограничений. Для этого нужно зайти на сайт разработчиков, там её приобрести, и вам дадут доступ. Вот такой вот парк. Отлично. Признаете, лучше быть союзниками, чем с осью. Угу. Вы окажетесь в союзе, а не с, ну, осами. Я в любом случае с ними торгую, так что я принимаю эти условия. У нас порт там строится, да? Но. Давайте я перепроверю быстренько, если у нас там хоть что-нибудь по торговле. Да, есть. Я потом этим вопросом ещё займусь. По торговле там тоже много. Кто и из вас писал тоже в комментариях. И сам я понимаю, что нужно развиваться. К сожалению, я очень быстро вышел из прошлой колониальной эры. Ну, что ж поделаешь. Приходится справляться с тем, что есть. Ох, горит хижина. Вот хижина. Значит, нам нужно ещё строить бараки, поместья или квартиры. Дело в том, что люди бедные у меня есть. Причём много бедных. Поэтому я поставлю, наверное, барак. Одного должно хватить. Знаете, у меня там не так много на самом-то деле бедных. Поставлю я его вот, наверное... Там, загородный дом у меня. Вот, возможно... Я ставлю промежуточки, тут небольшой на всякий случай. И барак поставлю вот здесь. Смотрим, что там у меня по альманаху. Сколько же у меня бездомных? 25 бездомных. Домик вмещает у меня 12 бедных. Хорошо, знаете, где ещё домик построим один? Один домик построим возле буровой площадки. Потому что здесь же тоже люди работают. Значит, им тут нужно и жить. Посмотрим, есть ли загрязнение почвы какое-то от неё? Нет, ничего нет. Так что, я думаю, можно строить. Качество пи... Ну, это всё, короче, детали уже такие. Тоже барак, потому что тут люди явно будут небогатые. Небогатые. И там сзади, я думаю, ничего не станет уже. Поэтому ровно за буровой площадкой мы и поставим этот домик. Странное размещение, удивительно. Но вот сделаю так. Пожар потушат, потому что там пожарная станция у меня есть. Начался протест. Посмотрим. Положить конец протесту. Эль президенте, люди злятся. Не на вас, конечно же, а на то, во что они превратились. Я могу вести переговоры с ними, подкупить протестующих, заплатив им. Их всего пятеро. Или отправить войска. Давайте попробуем переговоры с ними вести, потому что деньги у меня пока что в минус пошли немножко. Ваши лидерские качества поразительны, президенте. Кто бы мог подумать, что вы снизойдете до переговоров с обычными протестующими. Нет, ну конечно, это же мои люди, мне с ними нужно как-то жить. Мне нужно с ними добиться удовлетворенности развлечениями. И это прекрасно, потому что развлечениям я тоже хотел уделить немалую долю внимания в этой серии. Не знаю, как вы, президент Энна, я сегодня проснулся с желанием заработать денег. Банк. Ну, опять же, поскольку за меня голосуют богатые в основном, ну вернее, не в основном, а только богатые по конституции, я думаю, что банкам необходимы, нужно наращивать отношения с капиталистами, ну или поддерживать их. Ну или в крайнем случае деньги возьмем, что тоже неплохо, банк нужно возвести. Принимаем, срок, правда, небольшой, нужно очень аккуратно сейчас. На строителей увеличу обратно бюджет, чтобы поэффективнее они строили, потому что сейчас я, ух, как начну, так и не закончу. И что мы будем делать? Развлечения. Давайте посмотрим на карте, как у меня там вообще идет по развлечению. Покрытие развлечений. Вот, кстати, странно, да, видите оно? Съезжает, я бы не хотел, чтобы оно так съезжало, по-дурацки. Смотрим покрытие развлечений, где хорошее, где плохое. Ну, немного неоднозначно оно тут распределяется, но в принципе я могу понять, что тут нарисовано. Ну, тут у нас в таверне кто-то работает, кто-то не работает. Какие режимы работы есть? Качество работы снижается на 10, а производительность повышается на 25. Нет, качество я не хочу снижать, а пусть пока работает, как работает. Но, что я сделаю? Я поставлю цирк, потому что, наверное, давно пора было бы поставить этот цирк. Покупаем. И да, развлекать людей нужно. Я, наверное, вот так ближе туда, к той стороне, поставлю. Тут у меня будет новый жилой райончик в скором времени. Это я вам гарантирую. Я-то знаю, потому что я же планирую его построить. Вообще, тут у меня большая плотность населения идет, да? Можем где-то и здесь цирк... Ну, нет, вот я думаю, напротив неплохо. Оставлю только промежуток для дороги. Наверное, даже сразу ее попробую тут сделать. Угу. Вот такая вот дорожка, чтоб проходила. Для соединения, возможно, она пригодится. Я пока что не уверен в этом, но лучше поставить, знаете, лучше раньше, чем позже. И теперь ставим цирк, который у нас теперь нормально не ставится. Ну, пусть будет так. Я думаю, что радиус у цирка высокий, так что пусть строится. Давайте на порт поставим побольше приоритет, чтобы как можно быстрее мне денежки капали. С банком сложнее, потому что у меня теперь на него нет денег. А время идет. Время идет. Я жду, пока прибудет следующий корабль, грузовой, и привезет мне денежек. Или же союзники отправят мне помощь. Я, кстати, в прошлой серии спрашивал про союзников. Почему-то многие из вас подумали, что я не знаю, что есть тут две фракции, да? То есть союзники и ось. И я-то знаю, что это значит. Но тут хороший вопрос в том, а вот слово союзники здесь означает союзников, которые вот эти? Или в общем смысле слово союзники, да? Там какие-то сферические в вакууме союзники, скажем так. Надеюсь, я правильно на этот раз сформулировал вопрос, чтобы он был понятен. Пока у меня денег мало, я жду еще один протест. Хорошая работа, президент. О! Так, вот тут, кстати, я, наверное, возьму в этот раз деньги. Потому что иммигранты, ладно, у меня и так вроде бы люди приезжают периодически какие-то ради десяти человек. Вот в данный момент мне деньги прям сильно нужны. Возьмем две тысячи. Я хочу как можно скорее накопить на банк, потому что его чертеж стоит целых семь тысяч пятьсот. Вот, я смотрел уже. Так что ждем, ждем, очень надеюсь, что скоро денежки прибудут. Как построю второй порт, так точно. Во, наладим еще один торговый путь. А вернее, заиспользуем тот, который есть. Вывезем опять рум. Я, кстати, и оси могу тоже его вывести. И знаете, вот обратите внимание, что отношения повышаются на пять, а понижаются на два. С союзниками у меня и так хорошие очень отношения. И давайте я еще раз покажу. Сто, отношения сто. Поэтому можно их немножко подпортить, я думаю. И увеличить отношения с осью. Это будет забавно. Очень забавно. Вот экспорт рум. Принимаем. Все дело пошло. Буду и на тех торговать, и на тех торговать. Попробую одной задницей на двух стульях усидеть. Извините, пожалуйста. Надо будет ее растить. Нефть начала производиться, это не может не радовать, а вот денюжки уходят. Но сейчас прибудет еще одно грузовое судно. Ух, надеюсь, жду. Жду и надеюсь, верю. И тогда дело пойдет в гору. Страйк. Изменить тему конституции на право голоса у всех граждан. Или же с коммунистами у меня ухудшатся отношения. Причем это у меня ультиматум. Ах, а какие отношения у меня сейчас с коммунистами? И так не очень, да? Обратите внимание, 16. Так, стоять. Банк могу построить. Вернее, могу купить его. Банк. Покупаем чертеж. И недостаточно средств теперь для постройки. Ох, это будет тяжело. Рейд выполнен. Ну так, изредка что-то прибывает, какое-то грузовое судно, но так тяжеловато. Построился второй порт, и ух, вот сейчас денюжек, наверное, нам начнет прибавляться хорошенько. Хорошенько. Тем более тут и везти им недалеко ресурсы. Лодки, правда, странно вот эти плавают. Граждане требуют провести выборы, президенты. Похоже, они хотят сами решать, как ими надо управлять. Что за эгоисты? Граждане требуют провести выборы. Я могу им речь или вообще от выборов отказаться на время. Ну, у меня поддержка сейчас не такая плохая. То 72 могло быть и лучше, но я думаю, после того, как я произнесу речь, прям вообще будет огонь. Давайте произнесем речь. Значит, какой я указ признаю? Посмотрим, что у меня тут лучше всего. Удовлетворенность пищи хорошая. Давайте вот сделаем признать указ. Или давайте лучше удовлетворенность развлечениями сделаем. Дальше возвести хвалу фракции. Ну, у меня очень плохие отношения с коммунистами, поэтому давайте их восхвалим, чтобы получше с ними отношения были. Потом обвиним. Никого, я думаю, не будем обвинять. Впрочем, давайте с ось обвиним во всех своих проблемах, да. То, что нужно. Таким образом, я улучшу свои отношения с избирателями, а с державой худше. Но это деталь, это не принципиально. И пообещаю им хорошую удовлетворенность. Ну, наверное, тоже развлечениями. Там у меня цирк как раз строится. И давайте буду произносить речь. Жители Тропико, мой народ, мои дети. Ваше процветание – это моя честь. Ваша сплоченность – моя вера. Я смиренно принимаю вашу любовь. Вы мой Тропико. Вам скучно, жители Тропико? Президенте вас развеселит. Вас уже ничто не веселит. Пусть президента станет всем, что вам нужно. Жизнь вам не в радость. Тогда президенте будет радоваться жизни за вас. Нашим начинанием помогают товарищи коммунисты. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Равенство для всех. Особенно для тех, кто ровнее прочих. Мы восхваляем своих друзей, но и порицаем врагов. Страны оси хотят переделать мир. Сперва пусть переступят через мое слегка потрепанное тело. Кажется, кто-то говорил, что в Тропико не весело. Скоро веселье станет в два раза больше, а скуки в два раза меньше. Итог, всем станет веселее в четыре раза. Именно вас, друзья мои, я благодарю за то, кем я являюсь сегодня. Быть президенте – великая честь. Да здравствует Тропико! Вот такая вот речь была. Да, это именно то, что я сам хотел сказать. Признайте, лучше быть союзниками, чем с осью. Вы окажетесь в союзе, а не с... ну... осами. Угу, ну меня просят завершить рейд спасения. Ну а почему бы и нет, все равно какие-то рейды нужно запускать. Принимаем. И прямо сейчас я поставлю. Так, пиратская пещера. Спасать... Как можно больше. Спасать образованных, спасать любых. И все, да? Спасать больше никого нельзя. Ну давайте еще раз спасать, как можно больше сделаем. Я думаю, оно перезапустится к тому времени. Интересное задание. По деньгам у нас 8400, и на банк мне... Ну, немножко хватает, кстати. О, какой он большой. Но интересная постройка. Интересная. Я ее поставлю немножечко за городом. Тут у меня вроде бы ничего не влазит уже все равно, кроме банка. Ах, и банк сам тоже не влазит. Ну давайте вот так. В принципе, тут больше ничего уже не поставится, так что нормальное местечко. Вот такой банковский квартал у нас будет. Все, тоже высокую важность ставим, потому что он должен как можно быстрее этот банк построиться. Ох, надеюсь, что сейчас будет побыстрее принимать два теперь порта ресурсы. Вы заблудились? И дело пойдет. Что там по цирку, кстати? Тоже строится. Хорошо. Ну в общем, дело пошло. Посмотрим, какие у меня плантации сейчас есть, и, возможно, я могу производить более дорогие ресурсы из этих плантаций. Это у нас сахара два, но из них и так производится уже ром здесь. Какао. Из него сахар делается хлопок. Каучук и табак. Посмотрим, посмотрим. Что же у меня тут по производству есть? Консервный завод. Ну это из рыбы там что-то делает. Сыроварню. Из молока делает сыр. Во. Вот сыроварня неплохой вариант, если бы у нас деньги были. Ах. Ну, в принципе, могли бы и лесопилку сделать, да? Знаете, давайте сделаем лесопилку. Почему нет? Почему нет? Надо же как-то развиваться дальше. Пока деньги в минус... Деньги в минус ушли, потому что банк очень дорого стоил. Но это мы сейчас решим. Тут, по сути, ничего мне больше не влезет, насколько я помню. Вот тут влезет плантация какая-то. О, а вот тут местечко такое, что вот сто процентов ничего другого не влезет. Это недалеко от города, с одной стороны. С другой стороны можно и здесь что-то поставить. Посмотрим, нет ли здесь плодородной почвы какой-то на этом месте. А вот схема у нас. Ну, лес, да, есть. Кокосы. Кокос неплохо. Деградация почвы нулевая. Так, что мы тут можем выращивать? Кукурузу. Ну, кукурузу, по-моему, и так где угодно можно выращивать. Сахар нельзя здесь выращивать. Какао нельзя. Табак нельзя. Банан. Ну, вот конкретно здесь в лесу нельзя. Ананас. Ну, смотрите, здесь особо ничего, кроме деревьев, не пойдет. Поэтому я буду ставить именно деревья. О, я уже и это не могу поставить. Хорошо, ладно, кризис у нас небольшой получился по деньгам. Но я думаю, в скором времени это все наладится. Ждем. Да, немножко наладила ситуация. Лагерь лесорубов. Поставим. Вон, цирк как раз тоже достроился. Это прекрасно. Вот так у нас дорожка пойдет, наверное. Я ее проведу чуть позже. Здесь поставлю лагерь лесорубов. Пусть занимается рубкой деревьев. И сразу лесопилку тоже нужно поставить. Производство лесопилка. Хм, тут у меня жилой квартал, да, должен был быть. Ох, надо как-нибудь поинтереснее, поаккуратнее придумывать тут сейчас. С этим всем. Можем прямо напротив компании перевозчиков построить. То есть это окраина города, получается. Тут у нас основное что-то. Ну, давай, ладно, окраина города, нормально. Вот так я поставлю. Именно так, потому что между ними... Ну, впрочем, ладно, давайте подождем, пока построится. Не так много у меня пока что возможностей есть в плане построек. Ну, думаю, нормально. Возможно, некоторым из вас кажется, что не очень логично определенное... Согласно официальному заявлению дворца, мы побеждаем в войне. Оставайтесь с нами, чтобы всегда знать, на чьей мы сейчас стороне. Знаете, конечно, у меня есть этот ультиматум, но я не собираюсь его выполнять. Смотрите, после того, как я коммунистов там похвалил, у меня немножко улучшились с ними отношения. И мне бы не хотелось особо менять ситуацию. О, денежки вверх пошли. Отлично. Конечно, все равно очень тяжело без грузовых кораблей, и пока есть возможность у меня такая купить, давайте откроем несколько дополнительных торговых лицензий, которые стоят дорого. Чего у нас производится в таком хорошем достатке? На самом деле ничего. Ром, сыр, оружие, лодки. Мы можем шахту какую-нибудь построить. Например, смотрите, да, здесь хороший экспорт на уголь идет нашим союзникам. Давайте посмотрим на карте, есть ли у нас где-нибудь уголь, где мы могли бы добывать. Да, смотрите, отлично, место для угольной шахты есть здесь и вот тут. Осталось только выбрать, где я больше хочу, чтобы оно было. Ну, тут прямо на дороге грех будет не поставить здесь угольную шахту какую-нибудь. Посмотрим, открыта ли она у меня. Рудник. Уголь. Ну, правда, если я тут не поставлю, я сам себе этого не прощу. Вот так я подвину, тут не принципиально, главное, чтобы оно плюс-минус стояло на нужном месте. Все, рудник, будет у нас уголь после этого, и я смогу как-нибудь восполнить вот этот вот слот, который я купил. Но пока он свободен, нужно его чем-то другим занять. Например, мы сейчас вывозим какао и ром, а можем ли мы какой-нибудь табак, например, вывозить? А никого табака, по-моему, не интересует. А нет, есть, есть. Хм. Смотрите, отличное предложение, по-моему. Какао, кофе, сахар. Хм. А давайте еще какао вывозить, почему нет? Отличное предложение есть. Вот на 20% выше. Принимаем. Потому что вот это на плюс-пять как-то не прикольно, да и тем более вообще... Ну я просто не понимаю, как же так? Почему такой большой разброс у меня? Но это хорошо, что я заметил, будем дальше развиваться в этом направлении. Через это можно неплохо так денежек поднять. Когда там выборы уже? День выборов через 12 месяцев, через год, через целый. О, это не скоро. Это не скоро будет. Скоро банка достроится. Надеюсь, успею. Приятно иметь с вами дело, президенте. Я расплачусь с вами в десятикратном размере с помощью волшебства. С капиталистом у меня отличное отношение, давайте возьмем деньги. Вот альманах капиталисты 100. Ну тут лучше не придумаешь уже, чем 100. Поэтому деньги пусть будут. Хотя сильно мне это не помогло в данной ситуации. Смотрим еще там по бедным. Есть ли у меня бездомные? Есть бездомные? Бедные. Ладно, нужно еще, значит, домики строить. Тут у меня явно маловато этих домиков для всех. Давайте поставим еще несколько бараков. Именно бараков, потому что у меня люди бедные, к сожалению. Может быть, действительно имеет смысл изменить право голоса для всех, потому что мне слишком много, знаете, всего сделано для того, чтобы бедные тоже голосовали. И дома я для них в основном строю, и вообще население мне в основном бедное. Ну что, будем менять Конституцию? Знаете, я думаю, что стоит поменять. Вот стоит поменять. Во-первых, давайте изменим военную силу обратно на народное ополчение. И право голоса у всех граждан сделаем. Меня же просят именно это. У всех граждан, да. Конституция. Ну вот так вот. Народное ополчение ставим, и у всех граждан. Подтверждаю эти изменения. Наши камрады рады вашей поддержке президента. Берем, улучшаем отношения, потому что плохие отношения с коммунистами, я бы хотел прокачать их. Все, теперь немножко нужно по-другому мою политику делать, в сторону бедных ее направлять тоже. Режим работы, государственный банк. Это строение ежемесячно генерирует проценты с казенного счета по ставке 100%. Отлично. На не более тысячи. Деньги для подкупа. Каждый месяц доход в размере 50%, но не более 100 тысяч. Неплохо. И частные банки генерируют доход, равный 5 долларам, при производительности 100, на каждого богатого и несметно богатого гражданина. Ой, какой прекрасный метеоритный дождь. Что? Жаль, что он стер наших соседей с лица земли. Ничего себе, где-то был метеоритный дождь. Большое количество беженцев направляется в нашу сторону. Мы можем принять их и показать всему миру наши великодушия, или же прогнать их и показать вашу твердость. Или можно поставить обнаженных русалок, чтобы подтолкнуть беженцев начать новую жизнь под воду и вам решать. То есть я мог бы принять не всех, я бы мог вообще никого не пускать, или мог бы принять всех? Тяжелый вопрос. Тяжелый очень. Давайте ограничим число. И я думаю, это такой компромиссный вариант. Ух, ничего. Уверен, что добрые граждане Тропико проголосуют за вас, президенте. Лично я собираюсь проголосовать за вас много-много раз. А да, пусть граждане голосуют, я не буду потасовывать результаты, за меня неплохая поддержка. Вот это да. Ааа, метеоритный дождь. Обратите внимание на завораживающие следы метеоритов в небе, а также на то, как взрываются соседние острова. Невероятно. Вот это жесть. Попал метеоритный дождь прямо в поместье. Это же надо было, кому-то так повезло, да? И... О, еще и в порт попало тоже. На выборах вы просто... Окей, окей. Да, я выиграл выборы. Конституцию менять не буду. Нормально. Я знаю, что вы всегда держите обещания, президенте, но сегодня граждане могут определить выполненные обещания чересчур однозначно. В общем, мне нужно еще и... Удовлетворенность развлечениями еще сильнее увеличить. Ну, я думаю, это реально. Тут у меня таверна. Извините, не сегодня. А порт сам поремонтируется или нет? Давайте высокую важность на него поставим. О, здесь, кстати, починилось все. Потому что дорого стоит ремонт очень. Очень дорого. Надеюсь, что сам он починится. Посмотрим. Заодно проверим. Мне самому интересно. Спиртзаводу все еще не хватает ресурсов. То есть ему нужно еще больше сахарных плантаций. Давайте поставим еще одну сахарную плантацию. Так, где тут у нас плантация? Сахар. Вот здесь, да? Хорошее местечко, смотрите, для сахарной плантации. Правда, тут, по-моему, еще что-то можно разместить. Давайте быстро посмотрим. Кукуруза. Да. Тут бы кукурузу еще поставить. Бананы, сахар. Ну, в любом случае, сахар нужен. О, а вот здесь еще место хорошее, да? И тут. Я бы сказал, что это, наверное, идеальное место для сахарной плантации. Давайте вот тут, наверное, ее и поставим. Вот где-то так. Кто-то может сказать, что не очень рационально. Ну, вот так вот прям лучше не придумаешь. Очень прям эффективно используется вся площадь тех клеток, которые идут под эту ферму. Вот просто лучше не придумаешь. Вот так. На окраине. Ну, правда. Вот просто ничего лучше быть не может. Говорят, что война полезна для бизнеса. Но на самом деле для бизнеса полезно заработать кучу денег так, чтобы на тебя не упало ни от... Давайте будем возводить барак, потому что с капиталистами у меня отношения неплохие, с милитаристами неплохие, с милитаристами так себе. И бараки в любом случае мне нужны. Я хотел, тем более, его и так, и так поставить. И возле рудника я поставлю. Тут у меня, по-моему, плодородные почвы неплохие есть. А вот тут в любом случае ничего не влезет на перекрестке, так что поставлю тут барак. Вот так вот просто. Все, продолжаем. Что там по порту? Починился он? Нет? Ладно, давайте, наверное, чинить самостоятельно. Очень дорого, конечно. Знаете, что еще я хотел бы затестить в этой серии? Тут в политике можно у наших союзников, у которых у меня и так отличные отношения, попросить финансовые помощи. Посмотрим, как это действует. Отношения снизились, зато денежек мне дали так нормально. Ну да, тут ремонт я запустил. Понятно. Значит, нужно было просто кнопочку нажать, чтобы они начали ремонтировать. Еще одно задание. Президент, обнаружена проблема в... Два барака нужно возвести. Окей. Два барака, но... Да, я думаю, в любом случае их нужно было бы возводить. Давайте еще один вот тут, возле поликлиники. А, о, вот здесь отличное место. За поликлиникой сразу вот... И лучше не придумаешь, чем то место это 100%. И я даже еще один барак поставлю. Людям нужно жилье, это очевидно. Это очевидно. Тут возле работы у них тоже есть парочку бараков, хотя им нужно тут еще больше. Давайте даже еще барак. Так, уж обмажемся этими бараками просто. Вот здесь. Снес я эти халупы, там странные. Просмотрим, нет ли тут... О, и тут еще тоже поставились. Короче, нужен еще барак. Сейчас я очень сильно перегружу строительную компанию. Но это ничего. Давайте ставить... Вот здесь. Здесь я пропуск сделал. На всякий случай, может быть, что-нибудь полезное там поставим. Все по баракам. Очень надеюсь, что вот этого хватит. О, еще здесь явно тоже нужны бараки. Потому что люди, видите, живут в халупах. А это у меня возле лесопилок, возле портов. Ну, можно построить, можно, вообще не проблема. Ставим вот здесь. Ох, надеюсь, всех удовлетворил по домикам, потому что, видимо, это к нам при... А, 340 человек у нас теперь. Давайте дом возведем, потому что, опять же, с капиталистами дела хорошо пошли. Тем более, за меня теперь голосуют не только богатые, а еще и все подряд, так что возводим дом для простых людей. И, опять же, деньги, жилье так или иначе нужно. А вот тут у меня, да, местечко, по-моему, осталось. Вот. Шикарное место. Просто лучше не придумаешь. Поехали. Два дома нужно возвести. Ох, сейчас у меня пойдет, конечно, жесть. Как это дело? Ну, вот тут еще место есть. Я хочу именно здесь расставлять, потому что тут у меня клиника есть, тут поблизости пожарная станция. Это все очень хорошо влияет на людей, им там приятно будет жить. Нефть производится. Ох, строительство пошло по полной программе. Давайте немножко увеличим бюджет на инженерную компанию, чтобы они поэффективнее временно работали. Рейды спасения идут, на это тоже задание было. Требование провалено. Ммм, не помню, какое там требование я провалил, но ничего страшного. Я буду развиваться так чисто для жителей и для своих. Ох, как население прыгнуло-то, а? Ох, надо что-то думать. Президент, благодарю за помощь. Мы смогли... Берем плюс пять к милитаристам, потому что не сильно хорошее отношение. Вот, открой альманах, просмотрим отношения. Вот милит... А, кстати, нет, милит 384, надо было деньги брать. Ладно, ладно. В следующий раз учту этот момент. Смотрим, есть ли у меня еще халупы. Да, есть, значит, нужно еще бараки строить. Просто люди безумцы какие-то расселились. Очень сильно у меня здесь по всей карте. Но это мне помогает понять, где тут нужно строить все-таки еще дома. И давайте новые торговые пути делать. Доступен новый торговый путь. Не помню, что мы там вывозили, но... Какао. Вот, табак можно вывести. С союзниками как раз вернем отношения. Ох, тяжко. Тяжко мне идет. Но я определенно иду в нужном направлении. Исследование выполнено налог на богатство. Это значит, что в скором времени людишки мне начнут немножко денежек платить. Союзники отправили мне помощь. Но это постоянно, я так понимаю, мне отправляют, чтоб я совсем не обанкротился с концами. И это хорошо. Ну, я этим воспользуюсь и буду строить еще бараки. Потому что тех, что есть, на данный момент я вижу, что вообще не хватает. Построю возле полицейского участка и возле порта вот тут вот домик такой. Вот здесь. Хорошее место. Зажимаю shift, потому что многое бараков буду сейчас строить. Сюда, к сожалению, не влазит. Давайте вот тут, возле пожарной станции, ставим тут барак. Здесь ждем строительства, посмотрим, надо там еще или не надо, но вижу, что, наверное, все-таки надо. Вот тут поставим один. И ладно, давайте здесь еще добавим. Вот такой вот городок у меня будет интересный. По баракам. Даже здесь, вот я не понимаю, почему. Сколько здесь человек работает? Четыре рабочих. Здесь живет шесть человек. Тем не менее, они аж здесь поселились. Безумие. Безумие полное. Сейчас буду смотреть, в чем проблема там с деньгами идет. Расходы. Большие расходы на плантации. Но плантации мне и денег приносят. Неплохо. Но я должен сказать, что и прибыль-то у меня тоже неплохая. То есть там на строительство много я отправил в этот раз. Так что можно, я думаю, не париться особо. Будем пока что ждать. Посмотрим, с чем это закончится, когда построятся вот эти бараки, которые уже достроились и достроились нормально. Массовое строительство чересчур идет сейчас. Очень массовое. А вот здесь даже до сих пор не хватает. То есть нужен еще один. Убедимся в том, что реально люди бедные. Бездомные. Очень много бездомных. Это все беженцы вот эти приезжали. Даже обеспеченные есть у меня и бедные. Для обеспеченных тоже нужны какие-то дома. Ждем, пока деньги привалят. Я вообще не позволяю себе в плюс уходить, потому что нужно дома строить этим беженцам. Надо было их не принимать. Вот это было ошибкой. И для них еще и работу нужно какую-то. Куча безработных у меня. Но работу я им устрою. Работу – это не вопрос. Я знала, что вы сделаете правильный выбор. Берем деньги. Тут разнообразная культура. Пусть на сахар идет. Давайте улучшим отношения с фракцией коммунисты за те деньги, которые у меня есть. Почему нет? Политика. Давайте похвалим союзников. Впрочем, нет. Не буду хвалить, потому что сейчас... И союз тоже не буду пока что объявлять, потому что непонятно, чем это закончится. В итоге еще объявят мне войну. Так тут я должен ставить «бери и давай». Пусть они восстанавливают деревья сразу те, которые выращивают. Все, нормально. Денежка восстановилась еще. И нужно прям очень много бараков. И пока есть такая возможность, может быть, еще одну какую-то промышленную штуку поставим. Давайте смотреть. Вот, есть отличная идея. Я поставлю еще одну молочную ферму. Вот тут у меня есть местечко. Вот здесь бы, да, хорошее место было бы. Вот, отличное место здесь есть, недалеко от домов. Хорошо будет здесь работать оно. И здесь я сразу еще поставлю, чтобы мне молоко перерабатывалось на... Вот, сыроварня. Покупаем. Ждем. Ждем еще прибавки денег. Дорого очень стоят... Дорого очень стоят чертежи. Так что ждем. Целых пять тысяч я только что отводил за чертеж. Возможно, имеет смысл их принимать, даже эти чертежи. Ребят, я знаю, что очень много бездомных. Я стараюсь как-то компенсировать это постройкой новых домов. Но прям с этими беженцами не задалось. У меня прям совсем не задалось. Уже стараюсь изо всех сил что-нибудь строить. В два раза выросли мы практически за эту серию. Это очень много. Что там по рейдам? Еще два спасения будет у нас. Президенте, обнаружена проблема в нашей военной машине. У нас недостаточно всяких штук, которые я хочу. Спросят построить сторожевую башню. Да, этим тоже займемся, как только деньги появятся. Так что ждем. Уже в скором времени они должны будут появиться у меня. Я прям ждусь с минуты на минуту. Еще этих две сторожевых башни, дело в том, что они снижают у меня уровень свобод. Поэтому их нужно так оставить в таких важных местах, но подальше от людей. Например, возле портов каких-нибудь вот тут, я думаю, возле полицейского участка неплохое место. Тут и так, конечно, уровень свобод так себе, но место нормальное. Ставим одну. И вторую тоже я сейчас выберу для постройки где-нибудь в таком каком-нибудь интересном месте. Вот, можно вот тут поставить у меня, возле моего дворца. Ничего страшного, если тут уровень свобод снизится. Нам главное, чтобы охраняли меня. Ну и ачивку главное получить. Смотрю на экономическую ситуацию, и вот вроде бы не так все плохо. Да, где-нибудь пять тысяч мы не дотягиваем. Надо смотреть. Зарплаты, расходы. Сторожевая башня. Содержание. Барак. Ну, это как бы все понятно. Тут особо ничего не снизишь. Тут, кстати, какая-то божина теперь на зарплатах, на сторожевых башнях. Вот, зарплаты, плантации. Самая большая зарплата. Нужно как-то плантации в плюс выводить, чтобы побольше с них денег получать при этом при всем. На компании перевозчиков мы тратим на банк, на порт, на ферму. Но банк при этом при всем еще и приносит. Че-нибудь, правильно? Зарплата, производительность 100%. Качество работы 70%. Зарплата 40%. Большая зарплата, кстати, очень у людей здесь. Смотрим, на чем еще. Ох, как растет население безумно. Смотрим, на чем еще можно сэкономить хотя бы немного. Что ж эта стражевая башня тут вылазит? Плантация, компания перевозчиков, банк. Ну, на плантациях, ладно, я там зарплаты не сильно хочу снижать. Компания перевозчиков. Ну, можно, наверное, где-то. Но не стоит. Привет, пресс. Отличный денек. За ночь цены на акции подскочили. Не, вот это я не буду делать обратно. Это нет смысла менять по 10 раз одно и то же. Так, вроде бы в плюс мы пока что ушли. Ненадолго, скорее всего. Но это позволит мне хотя бы порасставлять... Те строения, которые мне нужны. А я хотел построить завод целый. Завод, сыроварню. Недостаточный средств. Нужно хотя бы половину от этого, чтобы... Вот половину от 10 тысяч 500. То есть плюс 5 тысяч, чтобы было. А это не так просто. О, берем 2000 от милитаристов. Буду собирать просто по копейке со всего. Во, мы уголь можем еще вывозить. Точняк, у нас же теперь уголь есть. Не знаю, насколько его много, но поскольку... Делать с ним все равно особо больше нечего. Ждем, пока тут вывезется и в следующий раз закажем на вывоз уголь. Угля. Что они хотят от меня? Люди протест устроили. Посмотрим. Ваши лидерские качества поразительны, президенте. Кто бы мог подать? Веры хотят быть удовлетворены. Ну, прям не угодить всем. Это жесть. Альманах. Бездомных много. Безработных тоже много. Но я стараюсь строить домики. Что же ты будешь делать? Давайте еще раз. Альманах. Бездомных. Бедных. Обеспеченных. И банкротов много. Короче, люди себе... Не то, что не могут даже... Они бы, если бы я и построил дома, они бы не смогли их себе позволить. Вот еще и вот в этом проблема есть. Давайте нефть вывезем. С вами приятно иметь. Получаем деньги и дальше на нефти будем зарабатывать. И знаете, что... Несмотря на то, что вот такая ситуация, да, сейчас есть и недостаточно мест для работы, и недостаточно жилья, мне придется закончить ту серию, потому что она сильно затянулась. Поэтому я еще раз напоминаю, я знаю, что нужно строить больше домов и больше рабочих мест, и это обязательно будет, и сыроварню я планирую построить. Ух, пожар начался. В общем, это я все сделаю. На этом, ребят, буду с вами прощаться, потому что, правда, серия сильно затянулась. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Оставляйте свои комментарии, пожелания, и увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok